Привет всем, и у нас продолжаются разборы партии с чемпионата основные по шахматам среди мужчин 2017 года И на очереди у нас седьмой тур Я выбрал партию Алдаберген-Нурали, рейтинг 1270 за белых И за черных Муслим-Ниэсбек, 1298 рейтинг Посмотрим, что случилось с партией Д4, Конь Ф6, Конь Ф3, Ж6 Далее последовал любопытный ход Е3 Вообще, основной ход, конечно же, здесь Е4 Далее может получиться у нас староиндийская защита, например, вот так Если черные дадут белым захватить центр тремя пешками и далее сыграют Д6, то у нас получится староиндийская защита Но, как видим, если белые сыграли Е3, то это означает, что пока что белые не хотят ставить пешку на Е4 То есть, они могут, конечно, сыграть С4 и далее поставить Конь Ф3 и вот такую вот схему разыграть без пешки на Е4 Что, в принципе, тоже не является такой уж прям плохой системой Более такая плотная, солидная схема за белых Также у белых может быть план сыграть слон Д3, С3, Конь Д2, Ферси Е2 и Е4 провести все равно Но только подготовив сначала все эти ходы Это так называемая система Коле И вот как раз мы сейчас увидим, что белые эту систему проводят Е3, слон Ж7 и слон Д3 Вот мы видим, что слон уже вышел на Д3, а не на Е2 Значит, больше вероятности, что, скорее всего, белые проведут ход Е4 В более комфортных условиях Д5 Мы видим, что черные все-таки не хотят играть староиндийские схемы Они могли бы, например, сыграть рокировка Рокировка и, например, Д6 Пойти С такой идеей, что на С3 Конь БД7, Ферси Е2 Пытаться проводить ход Е5 Это уже более в таком староиндийском ключе Но, как видим, скорее всего, белые Точнее, черный игрок Больше любит грынфильдовские схемы Он сыграл Д5 сразу Конь БД2 Слон Е6 Не совсем для меня стандартный ход Но, в принципе, в нем нет ничего плохого Далее последовало С3 Кстати, вот такой вот вопрос у меня возник Что будет, если сыграть Конь Ж5 Сразу пощекотать этого слона То есть задать вопрос, почему черные вывели его на Е6 На такое не совсем стандартное поле Но ход Конь Ж5 на самом деле ничего не дает особо белым Здесь настолько нормальная позиция у черных Что даже можно пойти слон С8 И ничего страшного не случится Но еще лучше пойти слон Ж4 здесь Напасть на ферзя И как бы спровоцировать белых пойти Ф3 Но Ф3 это немножко ослабление Здесь полей Е3 И Е3 и Ж3 Поля ослабляются То есть пешка Лучше пусть стоит на Ф2 у белых А так ход Ф3 вынудили сделать черный И можно спокойно слон С8 отойти Вот такая могла бы случиться хитрость Но Конь Ж5 не было хода И правильно В принципе это мудрое решение Не прыгать лишний раз конем И просто С3 сыграли белые Рокировка Ферзь Е2 Мы видим система Кале Это называется Очень древняя система относительно Ну не древняя В 20 веке В начале 20 века она была изобретена Идея провести Е4 И если черные дадут белым Провести пешку до Е5 Там уже можно какую-то атаку начать На черного короля Конь БД7 Развитие И Е4 Кстати заметьте Белые могли бы сыграть Рокировка сначала И только потом проводить Е4 Но белые хитрее Они видят что черные уже Определили своего короля На королевском фланге А это означает что у белых Есть выбор и они могут В какой-то момент уйти В длинную рокировку И начать быструю атаку На короля черных Ходом А4, А5 и так далее И поэтому То есть то что белые не делают Рокировку Это говорит о том что Более агрессивно белые настроены Поэтому Е4 сразу Съели, съели Множественные взятия И здесь вопрос С кем побить Ферзем или слоном Вообще более логично Выглядит слоном И в шахматах Как мы знаем Чаще всего логичные ходы Являются правильными Так что Этот Случай не исключение Слон Би 3-4 Конечно надо было пойти И здесь Позиция очень хорошая У белых В то же время Особо нету Каких-то Больших преимуществ Но после Ферзь Би 3-4 Что было сыграно В партии Немножко Уже Весы склоняются Чаша весов Склоняется Чуть больше В сторону черных И здесь Кстати Предлагаю вам Найти Ход Такой Очень сложный Ход Который Могли сделать черные Который давал Черным Достаточно Большое преимущество Поставьте видео На паузу Подумайте Как вы Здесь пошли черными Итак Ответ Конь c5 Здесь был Очень мощный Ход Вопрос Зачем отдавать Коня Дело в том Что Слон может Выйти на f5 И черные Этим пользуются Если белые Заберут коня Тогда слон f5 И выясняется Что Черные Лишь временно Отдали фигуру Потому что Слону Д3 Отыгрывается Например Если белые Побьют на b7 Что является Плохим ходом Просто Фельдер Д3 И позиция Здесь Становится Уже плохой У белых Потому что Уйти в рокировку Нельзя Далее Одна из ладий Пойдет на d8 В общем Какие-то трудности Здесь У белых Поэтому Здесь вот Такой был Стильный ресурс Конь c5 Но черные Его не заметили Сыграли Слон f5 Сразу Просто Дело в том Что Наверное Все-таки Белые Не заметили Что После хода Ферзбит е4 Есть ресурс Слон f5 Не говоря о Конь c5 Конечно То есть На b7 Все равно Ферзь не может Сесть Из-за того Что слон На d3 Подвисает Поэтому Черные Воспользовались Этим Слон f5 И пришлось Просто отойти На e2 Получились У нас Вот такие Размены И далее Черные Сделали Логичный Ход c5 Очень Хороший Ход То есть Надо Вот эту Скалу Как-то Расшатывать Иначе Слон Бедный Упирается В эту Пешку И особо Не работает Далее Слон e3 Просто Укрепились Белые Побили Конь d4 Конь b6 Вопрос Такой Что Сейчас Грозят Сделать Черные Вот Если Белые Просто Пропустили Ход Какой Бход Сделали Черные Подумайте Итак Ответ Угроза Сейчас У черных Пойти e5 И выиграть Коня Конь же Связан И Если Он Уйдет То Ферзь Потеряется Поэтому Надо Белым Как-то Защищаться Белые Воспользовались Тем Что Король Еще Стоит В центре И ушли В 3 0 Очень Агрессивный Ход Мы видим Что Линия С Открыта Здесь Точнее Не Открыта А Полу Открыта Пешка Все-таки Есть У белых Но Все равно Немножко Здесь Как-то Опасно Рокироваться Но У белых Планы Все направлены На то Чтобы Атаковать Черного Короля А именно Ходом Аш4 И Аш5 И еще Заметьте Ходом 3 0 Ладья Конечно же Защищает Ферзя И теперь Ход Е5 Белым Не страшен Итак 3 0 Ладья С8 Все Пока что Выглядит Логично Кстати Вместо Ладья С8 Был ход Посильнее У черных Так Пока Сейчас Все Уберу Подумайте Какой Здесь Ход Можно Было Сделать Черным И выиграть Пешку Здесь Есть Ход Который Объявляет Как бы Двойной Удар На Две Пешки Белых Итак Этот Ход Ферзь Д5 Двойной Удар На Пешку А2 И на Пешку Ж2 Конечно Лучше Защитить Пешку На А2 Потому Что Там Король Должен Все Так быть Ж2 И Да Линия Ж Открывается Но Все Равно Здесь Трудно Будет Белым Атаковать Без Пешки Ж Например Если Так Сыграть То Просто Ферзь Д5 И Пока Еще Не успевает Белые Пойти Аж 4 Потому Что Заметьте Ферзь Опять Незащищен И Е5 Играет Черные А если Потратить Еще Один Ход На То Чтобы Допустим Увести Ферзя Все В порядке Лишняя Пешка И В общем Доминация Ладья Ф Д8 Можно Сыграть Если Аж 4 Белые Будут Семного Пытаться Атаковать Тогда Можно Сыграть Аж 5 И Здесь Все Под Контролем Поэтому Был Ферзь Д5 Ход Не Замечен Черными Ладья Ц 8 Король Б1 Такой Ход Всегда Полезно Делать Конечно Конь Д5 И Аж 4 Очень Хороший Ход Сделали Белые То есть Если Черные Не делают Точные Ходы То Надо Белым Пользоваться Этим И Быстрее Атаковать Мы Видим Что Короли Рокированы В разных Сторонах А Если Короли Рокированы В разных Сторонах Надо Каждой Стороне Пытаться Быстрее Атаковать Точнее Есть Два Плана Либо Быстрее Атаковать Своего Соперника Либо Как-то Играть В центре Но В центре Здесь Особо Как-то Не поиграешь Ни той Ни другой Стороне Так что Очень Хороший Ход Аж 4 Конь Бет Е3 Ферзь Бет Е3 Здесь Уже Неприятно Как-то Хотят Пойти Белые Ферзь Е7 Черные Какие-то Немного Медлительные Ходы Делают Е5 И Ферзь Е5 Черные Хотят Побыстрее Разменяться То есть Мы Видим Что Белые Атакуют Здесь Уже По Линии Аж Так что Размен Ферзей Вообще Был бы Очень Приятен Для Черных Но Белые Конечно Не Меняются А Сначала Был бы В промежутке Ход Аж Ж Сделан Ну Надо Конечно Бить Не Успевать Черные Разменять Потому Что Все Таки Пешка Выигрывается У Белых В промежутке Поэтому Приходится Как-то Реагировать На взятие И Вот Вопрос Какой Пешкой Был Побили Пешкой Аж Или Пешкой Ф Ответ Сильнейший Ход Конечно Ж Аж Во-первых Чисто Стратегически Неохота Чтобы Было Два Островка Пешечных Вот Е7 И Второй Островок Просто Пешка Е7 Становится Слабой Да Конечно Линия Ф Открывается Но Все равно Лучше Чтобы Был Один Остров Пешечный То есть Аж Это был Сильнейший Ход Но Почему-то Черные Так не пошли Они Видимо Чего-то Испугались Допустим Ферзь Аж Три Возможно Они считали Как будто Здесь Что-то Опасное На самом деле Ладья Ф Д8 Вот такой Вот простой Ход Можно было Сделать И Идея В том Что Черные Не боятся Шаха Потому что Это просто Всего лишь Шах Король Ф8 И Благодаря Тому Что Слон На Ж7 Силен Контролирует Поле H8 Невозможно Никак Дальше Здесь По крайней Мере В ближайшее Время Что-то Создать Здесь Кстати Надо отметить Что После HG Все равно У черных Не совсем Прям Я бы сказал Порядок Потому что После Ферз H3 Владяя F8 У белых Есть Еще Ход F4 Сильный Ресурс Дело В том Что Бить На F4 Нельзя Из-за Что Белые Побеждают После Ферзь Бит F4 Найдите Пожалуйста Выигрыш За Белых Как бы Вы Здесь Реализовали Учитывайте То Что F4 Это Была Приманка Для Того Чтобы Ферзь Стал На Линию F В общем Ответ Такой Ферзь H7 Шах Король F8 И Здесь Вот Такой Очень Крутой Мощный Ход Конь E6 Шах Вилка На Ферзя И на Короля Ясное Дело Что Приходится Бить И мы Видим Что Линия F Открылась И Просто Ладья Df1 И Это Позиция Выигрышная За Белых Поэтому В идеале Черным Надо Не бить Пешку F4 Сыграть Ферзь H5 Отдать Пешку На H5 Съели 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 И У белых Лишняя Пешка Но зато После E6 Позиция У Черных Все равно Не такая Плохая Потому что Слон Очень Сильный На G7 И Здесь Фигур Мало На Доске Особо Никак Не За Атакуешь Короля И Все Фигуры Очень Активные У Черных Поэтому Там Большая Компенсация За Пожертвованную Пешку Так Но Было Сыграно FG И Этот Ход Намного Слабее Теперь Посмотрим Как Белые Реализовали Своё Преимущество Ферзь H3 Конечно Нельзя Меняться Нападение На Пешку H7 Если Пешка Была На F7 Никакая Пешка Быть Здесь Не Висела Пришлось Играть H5 И Теперь Далее Белые Продолжают Свою Инициативу Наращивать Ладья H1 Мы Видим Что Ладья Свою Миссию Выполнила По Линии H Пешка H5 Теперь Встал H5 И Здесь Все Поля Ослаблены Вокруг Короля Все Пешки Отошли С 7 Воризонтали Теперь Ладью Можно использовать По центру Ладья H1 Ферзь H5 Ну Тогда Просто Черные Забыли Наверное Что Висит Пешка На Е7 Можно Было Наверное Ферзь С7 Как-то Сказать Да Ферзь С5 Возможно Надо было Сыграть Чтобы Хотя бы Защищать Пешку На Е7 Но Все Моя Позиция Ужасная У Черных Ферзь А5 Было Сыгран Просто Ладья Бит Е7 Только Теперь Почему-то Черные Опомнились Сыграли Ферзь С5 Ну И Здесь Вот Очень Такая Красивая Небольшая Тактика Небольшой Тактический Удар Поставьте На Паузу Подумайте Как бы Вы Здесь Пошли За Белых Выигрывается Здесь Материал В Два Хода Итак Ответ Ладья Бит G7 И И Идея В том Что На Король Бит G7 Будет Красивая Вот Такая Вилка H На Конечно же Главное Что Ферзь Выигрывается И Это Победа За Белых Поэтому После Ладья Бит G7 Черные Могли бы Уже Конечно Сдаться Но Все-таки Продолжили Немножко Еще Партию Король H8 И Коней 6 Ферзи 5 Ладья Бит G6 Совсем Скоро Черный Король Получит Мат Уже Это Ясное Дело Ладья Бит F2 Пока Еще Нельзя Поставить Мат Из-за То Что Ферзь Защищает Пока Что Ладья H6 Был Сыгран Шах Король G8 И Ладья BH5 Ладья BH2 Уже Последние Какие-то Шансы Испытывают Черные Но Здесь Ничего Не Проходит Просто Король BH2 Ферзи 2 Шах Но Король Уходит И Защищает Ладью И Здесь Еще Как раз Ферзь Стоит На H3 Выгодно Защищая Пешку C3 От Ладь Ферзь B2 Ферзь G4 Шах Король F7 Ладья D7 Шах Король F6 И Ферзь F5 Мат Вот Вот Такая Неплохая Миниатюра Мы Увидели Как Белые Успешно Использовали Систему Колле Вот Еще раз Посмотрим Это Когда Вот так Белый Расставляет Фигуры Играет C3 И проводит Ход Е4 Здесь Как раз Все было Успешно У белых Ладно Всем спасибо За просмотр До свидания